Книга «Открытым оком», 3 том, вопрос 933, тема «Покаяние». Если на исповеди назвал грех, и священник прочитал разрешительную молитву, но к греху этому нет ненависти, а есть просто осознание, что это грех, то прощается ли он в таком случае? Если не прощается, то и называть его не нужно. Если знаешь, что опять сделаешь этот грех, нужно ли говорить его на исповеди? Или вообще не ходить на исповедь в таком случае? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В нашей книге «К истинному православию» в разделе «Отцы и дети» дается пространный ответ на этот вопрос, Псалом 35, 3. «Ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его». Знакомая ситуация, как у нас в общине, у бывших ее членов, ставших отступниками. Какое бы замечание ни сделал, всегда один ответ – ухожу в московскую патриархию. Так и здесь. Сколько есть разных вариантов, и вы их даже не поминаете, а сразу же. Может, и на исповедь вообще не ходить? Иногда бывает достаточно исповедаться, чтобы грех потерял притягательную силу от одного стыда и постепенно заглох. Может быть, нужно подождать день-два, выяснить все отношения и решить, грех ли это, и зря не тревожить свою душу. Есть люди настолько мнительные, что, отойдя уже от исповеди, вновь возвращаются к священнику. Мучительнейшее состояние неуверенности в милости Божьей есть тоже грех, как и грех самонадеяния, как и чрезмерного надеяния на Бога, что Бог обязательно меня простит, и Ему без меня просто не обойтись. Вас беспокоит мысль – разрешительная молитва, данная священником, действительно ли утверждена будет на небе? Все-таки вариант идти на исповедь более выигрышный ввиду неизвестности – проститься или не проститься. А если не исповедоваться, то вариант один – все остается при вас, вы коснеете в грехе, дверь закрыта, вы теряете связь с церковью, отныне будете на всех смотреть с подозрением. Знает ли кто о вашем грехе? В данном случае есть еще одно лекарство – отлучение самого себя. Выходите с соглашенными, не дожидаясь отлучения. Это очень действенное лекарство, тем более, когда вас о причине выхода будут спрашивать ваши друзья. Вот здесь как раз и вспоминается исчезнувшая общая исповедь, бывшая в Первоапостольской церкви. Всякие закулисные исповеди не пришли бы даже и на ум. Музыка. 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 Музыка.